К нашему эфиру присоединяется Игорь Александрович Яковенко, российский публицист и социолог. Игорь Александрович, здравствуйте. Приветствуем. Здравствуйте. Рады вас видеть. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Игорь Александрович, зачем Рогозин распинается по поводу службы на нуле, грубо говоря? Уже вот ты губернатор временно оккупированной территории. Остановись. Но для чего-то он это говорит. По-вашему, зачем? Знаете, я думаю, что назначение Рогозина сенатором от Запорожской области это хороший знак для Украины. Потому что Рогозин, куда бы он ни пришел, он разваливает все, за что он берется. Одно из последних он развалил Роскосмос. До сих пор последствия для российского космоса и его пребывания на этой должности. Сказывается. Потому что вот последняя попытка прилуниться, она закончилась. Ну, как, собственно, и все, за что брался Рогозин. До этого он пытался войти в политику. До сих пор вообще с ужасом сдрагивают люди, которые помнят опыт Конгресса русских общин, который он возглавлял. Совершенно позорный его дебют в избирательной кампании, когда он просто прославился своими откровенно нацистскими. Но он нацист, в общем, на самом деле вот такой вот откровенный, откровенный, совсем беспримесный нацист. Это вот тот случай, когда человек не маскируется. Его избирательная кампания, она была совершенно скандальной, позорной, фактически провальной. Ну, и сейчас вот это хорошо, что его назначили сенатором от Запорожской области. Это значит, что скоро Запорожская область перейдет, что называется, обратно вернется в состав Украины. Потому что, ну, все, за что бы он ни брался, этот человек, он специальный такой человек, который настолько одиозен, настолько он не профессионал, ни в каком деле, что, в общем-то, это хорошо. Это правильный выбор. Ну да, проследим за этой ситуацией. Тут с очередным замечательным заявлением выступил Дмитрий Алкоголич Медведев. Но, по-моему, уже российская верхушка путается в показаниях. Дело в том, что ранее многие представители Кремля во всеуслышании кричали о том, что они с НАТО воюют. А Дмитрий Алкоголич сказал, что считает, что Россия близка к прямому столкновению с НАТО. Вот оно как. Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что выбором персонажей вы просто сталкиваете нашу с вами беседу в абсолютно юмористическое русло, что совсем не соответствует серьезному аналитическому характеру вашего канала. Ну, раз вы такое делаете, значит, я ничего не могу поделать. Это каждое упоминание Медведева. Ну, только что мы говорили о Рогозине, как человек, который не способен ни на что вообще. Но Медведев – это уникальное существо, которое за долгие годы пребывания на вершинах российской власти, он был и президентом, как мы помним, и премьером, и первым вице-премьером. Но это человек, который просто не в состоянии вообще никакой деятельности. То есть это человек, который, даже будучи президентом, уникальное явление вообще в мировой, по-моему, истории. Он не нагулял никакого политического капитала, никакого политического веса. И так, в общем-то, в роли Димона так и остался. Так что, ну, все, что он говорит, это носит, ну, такой характер сугубо юмористический. Хотя, в принципе, его поставили для того, чтобы, так сказать, ну, вот он изрыгал какие-то глупости. Может быть, считается, что таким образом он тестирует общественное мнение. Хотя, конечно, к его словам уже, по-моему, никто уже не прислушивается. Несмотря на то, что он занимает довольно увесистый пост и сегодня в Российской Федерации. Но это тот человек, который может занимать любые посты, в том числе президента России. И при этом ничем абсолютно не руководить. Ну, такой вот специальный человек. Игорь Александрович, то есть можно утверждать, что непосредственно в Кремле и к Рогозину, и к Медведеву сегодня относятся вот ровно так, как вы описали? То есть совершенно не принимает их всерьез? К Медведеву точно. Это вот сто процентов так. Ну, некоторые люди, когда его Путин назначил вместо себя на четыре года греть президентское кресло, некоторые люди решили, что это что-то серьезное. И даже пытались там устроить какие-то надежды по поводу того, что вот там либерализация и так далее. Тем более вот его слова, когда он сказал, что свобода лучше, чем не свобода, это просто произвело шокирующее впечатление на некоторых впечатлительных российских околополитических людей. И они попытались там как-то, так сказать, устроить медведевскую оттепь или еще что-то в этом роде. Но довольно быстро поняли, что это все ерунда. Поэтому к Медведеву точно отношения совершенно, то есть его не воспринимают никто и никак. Что касается Рогозина, ну тоже, в принципе, тоже так же. Потому что на самом деле, ну вот, ну действительно, ни на одной должности, на которой он пребывал, ни разу он не сделал ничего путного. Только разваливал. Так что я думаю, что отношение к этим обоим персонажам достаточно легковесное. То есть, что называется, оба эти человека в российской политике взвешены и найдены чрезвычайно легкими. А вот по поводу еще одного человека в российской политике, это Кадыров, который умирал, умирал, да не умер. И сегодня взял, да и встретился с Путиным. К чему была эта встреча? И, ну вот, много разговоров, да, мы сегодня уже в эфире вспоминали о том, болен, не болен. Но встретился сегодня с Путиным. Опять что-то ему показывал, написанное большим шрифтом, о чем-то отчитывался. Эта встреча была к чему? По-вашему? Нет, ну вот это, да, вот это фигура совершенно другого политического веса, безусловно, отличного от нуля. Это, к сожалению, такой достаточно тяжеловесный человек, я имею в виду Кадырова. Вот, то, что он действительно болел, это мы видели. Мы видели, как до того, как вот случилась вся эта история, с, ну, вроде бы, как его помещением в центральную клиническую больницу. Скорее всего, он действительно там был. Вот, его умудрились вытащить. Но до этого мы видели, что интервью свое он давал исключительно лежа. По некоторым данным, люди, которые примерно представляют себе, что происходит в городе Грозный, говорили, что он в последние месяцы вообще не контролировал ситуацию в Чечне, и решения, какие-то управленческие решения принимали совершенно другие люди. Во что верится? Потому что, действительно, мы видели, как интервью он давал лежа, с трудом помещался в кадр, он был очень распухшим. То есть, явно человек неважно себя чувствует. Он очень плохо говорил, фактически, с такого вот нормального речи и спускания был лишен. В основном это были какие-то невнятные звуки, там, в основном, вот этот неопределенный артикль «Дон», который он постоянно повторяет. Ну, и, кстати говоря, на встрече с Путиным тоже человек с трудом, так сказать, выдавливал из себя какие-то слова. В общем, ничего содержательного не сказал, читал, действительно, по бумажке с крупными буквами. То есть, явно человек не в состоянии принимать какие-то управленческие решения. Но показали, понятно, для чего. Предъявили живого Кадырова, потому что, в общем, так сказать, вот эти вот всякие разночтения были не очень выгодны для Кремля. Потому что для вот предыдущих два персонажа, Медведев, значит, Рогозин, это, ну, не очень важно, это абсолютно заменимые люди. А вот что касается Кадырова, то это очень важный человек для Путина, потому что именно личная уния с Путин-Кадыров, она обеспечивает контроль над Чечной и частично над всем Северным Кавказом. Так что это очень важный человек, это вот такой вот гауляйтер, который контролирует Чечню и в значительной степени Северный Кавказ. Поэтому очень важно сохранять миф о том, что Кадыров не только жив, но и здоров, и вполне дееспособен. А какова роль Кадырова вне территории нынешней России? И я имею в виду, какую роль сейчас Кадыров, Кадыровцы, выполняют в рамках войны, развязанной России против Украины? Ну, в основном, насколько я понимаю, заград отряды. То есть как самостоятельная боевая единица, они себя вроде бы как никак не проявили. Я здесь сразу могу сказать, что я не военный эксперт, поэтому я сужу в основном по данным, по чужой информации, своей информации не имею. Но вот все военные эксперты, с кем я разговаривал, говорят о том, что боеспособность этих подразделений Кадыровских чрезвычайно низкая. В основном они прославились грабежами, мародерством, пытками, захватом заложников, ну и скандалами, и боестолкновениями с другими частями российской оккупационной армии. Ну и плюс к этому, так сказать, на территории ДНР, ЛНР, они прославились тем, что они сразу же начинали захватывать какие-то предприятия, вести там бизнес и так далее. То есть, в общем-то, какой-то серьезный, ну, кстати, в этом большое-большое отличие от его покойного приятеля Пригожина. Потому что Пригожинцы действительно, это было, Вагнер, это было действительно, ну, пожалуй, самое боеспособное соединение в российской армии. А вот эта гвардия Кадыровцев, ну, их не случайно называли тик-ток бойцами. В основном они, в основном это понты, в основном это пиар-акции и так далее. Реальной какой-то боевой силой они не являются. Это, ну, полицейская структура, которая может контролировать захваченную территорию, не более того. По поводу вагнеровцев, тоже сегодня говорили о том, что они частично возвращаются на фронт, но никакого веса там не имеют. Частично рассосредотачиваются в Африке. По-вашему, Вагнер таки все, то есть уже не возникнет ни второго мятежа, то есть эта сила уже не представляет никакой опасности для России? Или все-таки, все-таки где-то может таки еще вспыхнуть этот вагнеровский очаг? Ну, на сегодняшний момент ЧВК-Вагнер как единой структуры не существует. Значит, понятно, что какая-то часть утоплена в российской оккупационной армии, и, в общем-то, там они точно самостоятельной силой не являются. И там сколько их там, говорят, 500, может быть, 1000, может быть, даже 2000. Но это не имеет никакого значения, потому что они не являются отдельным каким-то самостоятельным боевым подразделением. Что касается Африки, то визит туда, последний визит туда замминистра Евкурова в сопровождении с этим вот, так сказать, террористом, главным террористом России Аверьяновым, явно произошло переподчинение вагнеровцев. И на сегодняшний момент это уже не ЧВК-Вагнер, это уже российское подразделение, российская армия, которая, так сказать, руководится, даже не важно, кем она руководится, я понятия не имею, кого там назначили. Но ясно, что это уже не отдельное. Нет Пригожина, нет Уткина. И понятно, что это не самостоятельное уже явление. Могут ли они восстать когда-нибудь? Ну, я думаю, что если состоится развал России, что возможно, если состоится третий окончательный распад Российской империи, то, как знать, может быть, этот вагнер и соберется под чьим-то руководством. Весь вопрос будет в том, насколько... Понимаете, они же наемники. И весь вопрос, кто будет их финансировать, это главное. Был Пригожин, он решал проблемы финансирования. Был Уткин, он решал проблемы командования. Сейчас нет ни Пригожина, ни Уткина, поэтому никакого чувака вагния на сегодняшний момент не существует. А мятежные настроения в России сейчас существуют? Ну, они усилились, они хоть каким-то образом изменились после начала полномасштабного вторжения или там за последние несколько месяцев? Вы знаете, настроения мятежных нет, они никак не проявляются. Ну, отдельные вспышки, они были всегда, протесты. И люди в результате этих протестов аккуратненько перемещались в тюрьму. Но никаких шансов на то, что даже если эти мятежные настроения будут усиливаться, никаких шансов на то, что они будут конвертироваться в какие-то серьезные выступления, не угрожающие путинскому режиму, не существует. Ну, по крайней мере, историю человечество не знает, когда тоталитарные фашистские режимы свергались изнутри. Единственное, что может быть, это если российские вооруженные силы будут разгромлены украинскими войсками, и если в украинских войсках возникнет серьезное боеспособное подразделение, состоящее, серьезное, большое, ну, вот, условно говоря, не, значит, те несколько структур, там, Легион, Свобода России, Русский добровольческий корпус, ну, а что-то раз в 20 большее, ну, скажем, что-то похожее на русскую освободительную армию, насчитывающую, там, десятка-два, десятка-два бригад, ну, тогда, возможно, действительно, вот какой-то вооруженный удар по Москве, по Кремлю, свержение вот таким вот образом. И тогда, возможно, действительно, как бы к этому движению присоединяться, ну, опять-таки, не безоружные. Безоружных россиян, ну, та армия внутренняя, которая существует сейчас в России, она по численности, по уровню вооружения, как бы не превосходит ту оккупационную армию, которая сегодня, так сказать, занимается оккупацией Украины. Вот, ну, фактически никаких шансов безоружным людям выступить сейчас не существует. Только измени. Такие режимы падают только от ударов измени. Игорь Александрович, спасибо вам большое, что уделили нам время. Игорь Яковенко, российский публицист и социолог. Большое спасибо. Спасибо. Всего вам доброго.